От матча Химико и Металлурга все ждали быстрой, остроатакующей и результативной игры. Собственно, и не ошиблись. Уже за первых 12 минут матча желто-синий трижды зажгли красную лампочку за воротами Металлурга. Отличились Максим Кровяков, Егор Филин огорчил свою бывшую команду и Павел Ткаченко. Хозяева площадки до перерыва смогли огрызнуться одной шайбой. А в середине второй 20 минутки сократили разрыв до одной шайбы, реализовав большинство. Но это последнее, что Металлург смог сотворить на площадке. Дальше солировал только Химик. Под конец второго периода Павел Кукштель забивает в большинстве. В третьем воскресенцы еще трижды огорчают местную публику. Кровяков делает дубль. Данил Пивчулин забивает шестую. И снова Максим Кровяков оформляет хэт-трик. 2-7 желто-синий устраивает настоящий разгром кузни. Вот такой получилась эта выездная серия. Три матча, три победы, 20 заброшенных шайб при 9 пропущенных. Химик возглавляет турнирную таблицу чемпионата ВХЛ. Такая результативность отразилась и на таблице бомбардиров. Сразу два игрока Химика расположились на верхних строчках. Егор Филин 13 очков, 3 гола, 10 передач. Первое место. И Максим Кровяков с показателем 6 плюс 3 на втором. На шестом и седьмом местах расположились Даниэль Усманов и Павел Кукштель. Кровяков и Кукштель с шестью и пятью заброшенными шайбами соответственно возглавляют гонку снайперов. Арсений Парамонов на третьем месте по результативности среди защитников. Не говори гоп пока не перепрыгнешь как говорится, но старт удался на славу. Желто-синий отдыхает и уже в субботу в 13.00 проведут супер интересную встречу с Лизань ВДВ на своем льду. Приходите на трибуны и поддержите парней. Денис Нитков, Новости, Искровект. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова